На Бытие 27.25 Исаак сказал, подай мне, я поем дичи сына моего, что благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Едва теперь освободился Иаков от беспокойства и принес отцу снеди, принес также вино, и отец пил и сказал ему, подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Заметь осмотрительность Божественного Писания. Когда Исаак спросил его, ты ли Исаак, и тот отвечал, я, и отец освязал его и все еще несколько колебался, приходя в некоторое недоумение и подозрение от его голоса, и опять спросил, ты ли сын мой Исаак, тот отвечал, я, и принес ему снеди, он ел, тогда уже сказано, и поцеловал, и благословил. Да бы кто-нибудь не подумал, будто Исаак относил свое благословение к лицу Исаава, а не к тому именно, кого он облобызал. Для того Божественное Писание упомянулось, что он и лобызал, и благословил того, кого сам лобызал. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множества хлеба и вина, да даст, говорит тебе, принесшему снеди тому, которого я облобызал. Заметь, как он и спросил ему сначала изобилие необходимого, а потом и господство над языками, предрекая тем и будущее благоденствия его и умножение потомков его. Да даст тебе Бог, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Не языков только покорения, и спрашивайте мной, и князей. Смотри, как праведник, сам не зная того, служит намерению Божию. И все это устроилось так, для того, чтобы именно достойный по своей добродетели сын получил благословение. Да поклонятся тебе сыны отца твоего. Сынами Писание называет обыкновенно все потомство. Так и здесь слова сына и отца твоего означают тоже, как если бы кто сказал, имеющие произойти от семени Исаава, потому что Исаак не имел других детей, кроме этих двух. Проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенны. Вот венец благословения, вот главное из всех благ, тот, чтобы быть благословенным. Видишь ли, человеколюбие Божие, тот, кто боялся, чтобы вместо благословения не навлечь на себя проклятие, не только приобретает от отца такое обилие благословений, но за него проклинаются и те, которые покусились бы проклинать его. Научимся отсюда, что если кто захочет располагать свои дела по воле Божией, то получает свыше такое содействие, что чувствует это в самом ходе своих дел. Кто не изумится и не удивится неизреченному промышлению Божию в том, что Исаак не прежде пришел с ловли, как уже цель этого умысла была достигнута. И Яков получил благословение от отца, а уже ушел от него. Это именно внушает на блаженный Моисей, когда и присовокупляет, как скоро совершил Исаак благословение над Яковым сыном своим, и как только вышел Яков от лица Исаак отца своего, Исаак, брат его, пришел с ловли своей. 571. Смотри, как после удаления того тотчас приходит этот, не просто и не без цели, а для того, чтобы и он, ничего не зная, принес с неди. И узнал от самого отца весь ход дела. Если бы он успел застать брата, то, может быть, увлеченный яростью убил бы его. 581. Если бы он хотел сделать это уже после, тем более сделал бы это во время самого происшествия. 591. Но десница Божия хранила отрока, сделав его достойным благословения. 601. А того Исаак, лишив и благословения, и первенца. 61. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, что благословила меня душа твоя». 61. Смотри, как праведник опять приходит в беспокойство, и как смущается духом. 62. Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» 63. Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исаак». 64. Заметь, как он, много думая о своем деле, не удовольствовался ответом, «Я, Исаак, но еще прибавил, первенец». 64. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал, «Кто же это, который достал, мне дичи и принес? Мне и я ел от всего, прежде, нежели ты пришел. И я благословил его, он и будет благословен». 65. Вот как праведник, пришедший за труднение, и рассказывая ему о случившемся, наносит ему жестокую рану, присовокупляем. 66. Благословил я его, он и будет благословен. 67. А сделал это праведник, потому что устами его руководила премудрость Божия, дабы Исаак в точности все узнав, сам уже видел, что ему не может быть уже никакой пользы ни от первородства, ни от настоящей ловли. 68. Услышав же это, как говорит Писание Исаак, отца своего поднял громкий и весьма горький вопли и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови меня!» 69. Что значит голосом громким и горьким? 70. Этими словами Писание означает досаду, чрезвычайный гнев, этим Исаак исполнился, узнав случившееся. 71. Но он сказал ему, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. 72. Брат твой, говорит отец, предупредив тебя, восхитил великое обилие всех благословений. 73. Но дабы ты и знал, что благодать свыше содействовала ошибке праведника, вот посмотри, как он сам признает это, и говорят, пришел брат твой с хитростью и взял благословение твое. 74. Он как бы оправдывается перед сыном и объясняет ему, что ядя по неведению излил благословения на того и готов был дать их тебе. 75. Но он, пришедший с обманом, взял благословение твое. Он получил то, что было приготовлено тебе. Не по моей вине это сделалось. 76. И сказал Исаак, не потому ли данное ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза. 76. Он взял первородство мое и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал Исаак отцу своему, неужели ты не оставил и мне благословения? 77. Не напрасно, говорит, получил он такое прозвание. И ними его значит запинание, которое он и сделал мне, лишив меня и первенства и благословения. 78. Что же дали Исаак? Говорит Исааку, неужели ты не оставил и мне благословения? 79. Исаак ему отвечал, знай, что все благословения я излил на него, если я сделал его господином над тобою. 79. Заметь, как тотчас с этого начинает Исаак и ничего другого уже не говорит, а только предрекает Исааку рабство и подчинение. 80. Вот я поставил его господином над тобой и всех братьев его отдал ему в рабы. 80. Одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой? 81. Ничего более не остается, если я сделал его господином твоим и всех братьев рабами его, и я желал ему обилия во всем нужном, то что еще остается? 81. Но Исаак сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой. 81. И как Исаак молчал, возвысил Исаак голос свой и заплакал. 81. После того, как сказал отец и благословил его, и благословен будет, и изъяснил ему все благословения данные Якову, Исаак говорит, благослови меня, отче. 82. Разве тебе одно только есть благословение? Разве не может удостоить своего благословения и меня, столь любимого тобой первенца, которого послал ты на ловитву? 82. Смутил он отца такими словами. 83. Он увидел, что отец его в недоумении, и не может, и не хочет переменить того, что уже сделано. 84. И вот он к крику присоединяет плач, желая привести отца в большее сострадание. 85. Тогда Исаак, жалившись над ним, сказал ему, вот, оттука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. 86. И ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. 87. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь игою его свои твоей. 87. Так как ты сам, говорит, желаешь получить от меня благословение, то знай, что для меня невозможно сделать противной воле Божией. 88. Впрочем, и тебе, я и спрашиваю от Бога наслаждения от росы небесной. 88. Ты знаешь, что ты будешь вести военную жизнь, мечом твоим будешь служить брату твоему. 89. Но слыша это, никто не должен удивляться, что Иаков после этого, страшась брата, делается странником и удаляется в чужую землю. 89. Никто, судя по такому началу, не должен думать, что пророчество не сбылось в 573. 89. Если Господь обещает что-нибудь, то хотя бы мы и видели в начале какие-либо случаи, противные обетованиям, не будем смущаться. 89. Ведь невозможно, чтобы обетования Божьи совершенно не исполнились. 90. А так бывает для того, что праведники во всех случаях, более и более прославляясь, ясно всем нам показывали обилие силы Божьей, в них действующей. 90. И это ты можешь видеть в жизни каждого праведника, если с отчаянием будешь рассматривать все повествование о них. 91. Так и теперь случилось. 91. Не на то смотри, что Яков тотчас обратился в бегство, но подумай о последующей его славе, о том, что по прошествии некоторой времени этот самый, сделавшийся для него страшным, брат оказывает ему такое почтение. 92. И после бедствий в чужой стране он пришел в столь великую славу, что потомство его распространилось за бесчисленного множества, и целый народ стал называться его именем. 93. Теперь же Божественное Писание показывает нам такой гнев брата его, что он замышлял и убийство. 94. И говорит, и возненавидел Исаав Якова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исаав сердце своем, приближается дни плача по отце моем, и я убью Якова, брата моего. 95. А что это был не просто временный гнев, Писание указывает нам особо великую силу его злобы. 95. Говорит, враждовал, то есть постоянно был во вражде, упор стал в злобе. 96. Так что из самых слов его становилось очевидное его намерение, скрываемое в глубине души. 96. Подлинно гневным безумствует не меньше самих беснующихся. 97. Посмотри, как этот демон, вошедший, делает безумными, подобно беснующимся, и побуждает их делать все вопреки очевидности. 97. Они не видят ничего здраво и не делают ничего как следует, но все делают, как люди с поврежденными чувствами. 98. Потерявшие самую способность рассуждать, так и гневом воспламененные не узнают присутствующих, не помнят ни родства, ни дружбы, ни приличия, ни достоинства, и вообще ничего не принимают в соображение. 99. Но совершенно увлекаемые гневом несутся в бездну, что может быть жалче их, когда побежденные и порабощенные страстью они доходят даже до убийства. 99. Поэтому блаженный Павел, желая исторгнуть и самый корень зла, пишет такое увещание, а всякий гнев и ярость, крик, злоречие, да будут удалены от вас. 99. Не только говорить не хочу я, чтобы вы гневались и приходили в ярость, но не хочу и того, чтобы вы говорили что-либо ближнему с криком. 99. Разумеется, здесь тот крик, который происходит от гнева. Когда внутри возбуждается страсть, надмивается сердце, то уже язык не может произносить слова тихо, а обнаруживая расположение духа, побуждается говорить ближнему с криком. 99. Итак, этот блаженный, желая, чтобы слушающие его жили в постоянном мире, говорит, всякий гнев, то есть всякое огорчение, от какой бы причины оно ни происходило, и всякая ярость, всякий крик, да будут удалены от вас. 99. Потом, желая стушить самый корень зла и сделать его бесплодным, говорит со всякой злобою. 99. Кто живет в таком расположении духа, тот всегда находится в пристани, свободно от земных волнений, не боится ни бури, ни кораблекрушения, но как бы плавая во время тишины или оставаясь в безопасной пристани, проводит настоящую жизнь вне всякого волнения. 99. И мало того, он еще приготовляет себе наслаждение бесконечными и неизреченными благами, которых да возможен достигнуть и все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.